МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город без тепла. Почему в Смеле котельные без газа? И когда там потеплеют батареи? Неспокойная Одесса. Кто и почему устраивает таможенные погромы в городе? Международный уголовный суд признал достаточными доказательства военных преступлений России против Украины, предоставленные Киевом. Об этом в ГАГе заявил генпрокурор Юрий Луценко. Он завершил свой двухдневный визит в Нидерланды. Сначала встретился с прокурором офиса суда, а сегодня принял участие в круглом столе ассамблеи стран-членов международного уголовного суда. Напомню, что украинская сторона хочет, чтобы ГАГский трибунал объединил в одно производство расследования преступлений против Евромайдана, аннексию Крыма и события на оккупированной части Донбасса. Чего удалось добиться генпрокурору и что он пообещал Виктору Януковичу, расскажет София Гордиенко. Круглые столы и семинары. Здесь уже пятый день. В ГАГу съехались правозащитники и представители правосудия со всего мира. Но, по-видимому, от заседания участники уже подустали. Зал практически пуст. Сегодня обсуждали вопросы привлечения к ответственности за тяжкие коррупционные преступления в высших эшелонах власти. Украинский генпрокурор Юрий Луценко о нынешних высокопоставленных преступниках не упоминает, говорит о временах Майдана и просит о более тесном взаимодействии с Международным уголовным судом. Мы возвращаемся за допомогою наднациональной институции в рамках подписанного в Украине конвенцией, так званого Римского статута. За нашими возможностями притягнуть до ответственности находятся организаторы всех этих злочин. В частности, Янукович и его оточники, которые ховаются в основном в Москве. Главные фигуранты дела о преступлениях против Юромайдана находятся за границей, в основном в России. При этом Луценко напомнил, что накануне прокурор Муз отметила серьезный прогресс в расследовании этих дел. И Украина в дальнейшем намернет предоставить еще больше информации для международного следствия. Останная встреча в Киеве с рабочей группой Офиса прокурора показала новый масштаб доказательств, которые могут приедать справы против Майдана в часах Януковича с нынешними агрессивной войной, которую ведут за закликом Януковича Российской Федерации. Отвечая на вопросы журналистов после заседания круглого стола, генпрокурор сообщил, что не верит в результативность допроса беглого экс-президента в режиме видеосвязи и предложил Януковичу приехать в Украину, где его ждут и справедливость, и закон. Генпрокурор также коснулся вопроса нарушения прав крымско-татарского народа в аннексированном Крыму, по словам Луценко, эта проблема остро стоит на повестке дня в Гааге. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер Нидерланды. И еще одно дело, находящееся под пристальным вниманием Международного уголовного суда. Погибший депутат Одесского областного совета Вячеслав Маркин объявлен подозреваемым по делу 2 мая. Об этом говорится в постановлении областной прокуратуры, которое вручили его вдове. По сути, Маркина подозревают в организации массовых беспорядков и гибели 42-х человек. А дело о его смерти спустя 2,5 года расследования было выделено в отдельное производство и закрыто. Такая информация появилась на сайте оппозиционного блока. Во время трагических событий в Одессе Маркин находился в здании Дома профсоюзов. Спасаясь от огня, он выпрыгнул из окна и позже умер в больнице. Предварительный отчет о расследовании событий 2014 года в Украине опубликовал Международный уголовный суд. В одном из пунктов сказано, что Одесская трагедия стала катализатором событий на Донбассе. Сначала возбудить уголовное дело против уже почти 3 года назад погибшего человека. Повесить на него смерти порядка 40 его товарищей. Потом закрыть это дело. Таким образом пытаются прикрыть реальных убийц, которые разгуливают на свободе. И в реальности преступление не расследуется. После митинга погром. Вчера до ночи радикалы громили и жгли помещение в центре столицы. И делали это практически беспрепятственно. А сегодня полиция отчиталась о своей работе. Кто призывал громить? Кто задержан? И почему правоохранители считают, что работу они выполнили на отлично? Далее в сюжете. Усиленная охрана в центре города, десятки единиц спецтехники во дворах и рамки металлоискателей. Казалось, полицейских на улицах больше, чем активистов. Вчерашний марш революции проанонсировали сразу несколько радикальных организаций. Среди них и движение ОУН, правый сектор, общественная организация, новый огонь, черный комитет и постоянный участник всех митингов. Автомайдан. Уже спустя пару часов в центре столицы радикалы подожгли шины и начали потасовки с полицией. А еще чуть позже Николай Коханинский от лица ОУН призвал идти громить офис одной из полицил. Марш все время сопровождала полиция. Правда, сдерживать активистов копы особо не пытались. И уже во дворе на одной из центральных улиц митингующие прорвали полицейскую колонну. Несколько указаний Коханинского и группа людей начала бить окна и забрасывать в помещение дымовые шашки. Позже стало известно, активисты промахнулись. Помещение, которое сочли офисом полицилы, оказалось салоном красоты. Не могу не приблить! Приблить! Тем временем через дорогу другая колонна митингующих беспрепятственно громила помещение Сбербанка. Сначала разбили стекла, а потом, уже забравшись в помещение, продолжили бесчинство внутри. Полиция появилась возле банка гораздо позже. Но и на этом беспорядки не закончились. Около полуночи неизвестные забросали коктейлями Молотова офис телеканала Интер. Охранники здания, услышав звуки, вовремя выбежали и потушили пламя. Полиция ищет причастных к правонарушениям. Сейчас по факту поджога возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сегодня помещение разгромленного Сбербанка наглухо забито. В пресс-службе сообщили, после ремонта здесь планируют возобновить работу. Сумму ущерба пока не сообщают. Посчитать убытки не могут пока и в пострадавшем салоне красоты. Дебилы пришли, побили. Что можно побить? Пострадали совсем невинные люди. Сотрудникам пришлось приостановить работу. С самого утра они убирают и проветривают помещение. Кто понесет ответственность за поджог и разгром, не знают. Патриотизм и вандализм, несовместимые вещи. Я осталась без заработка. Кому вы сделали лучше, ребята? Вы опозорили наше начинание. Я не говорю о том, что им проплатили. Мне кажется, масса людей, которым не нужно платить, у которых просто чешутся руки. В результате ни одного задержанного отчитали с полиции. Открыты уголовные дела по факту повреждения имущества и хулиганства. Открыто по факту криминального проведения. По второму факту криминального проведения. Люди встановлюются. И, соответственно, будут уже произведены действия. И если будут выявлены люди, эти будут задержаны. У нас есть полностью весь видеоматериал. Мы проводили профилактическую работу. Было выявлено две спробы занести на территорию, обмеженную территорию, предметы и зону, похожие на выбуховые пристрои. Их вылучили. Когда протестующие пытались занести великую количество шин и подпалить их на Майдане, удалось им занести только две. Даже тех, кто не скрывал свои лица и публично призывал гармить помещение, полиция не задержала. Тем временем в добровольческом движении ОУН открестились от Николая Коханинского. Глава ОУН Богдан Червак заявил, что Коханинский никакого отношения к ним не имеет. Мол, обычный провокатор. Эти события произошли как раз накануне саммита Украина-ЕС в Брюсселе, который запланирован на 24 ноября. Там планируют рассмотреть вопрос либерализации визового режима Украины с Евросоюзом. И нам еще раз придется доказывать, что мы заслуживаем европейское будущее. Ольга Рыцарь, Вячеслав Фролов, Ирина Баглай. Подробности телеканал Интер. После вчерашних событий в столице ни одного из радикалов так и не задержала полиция. Видимо, правоохранители то ли не замечают, то ли смотрят сквозь пальцы на погромы и поджоги. Во всяком случае, полиция, как видим, не оказывала сопротивления ни вчера, ни 4 сентября, когда подожгли студию подробностей телеканала Интер. Тогда тоже правоохранители бездействовали. Дальнейшее расследование спущено на тормозах за 3 месяца ни одного задержанного или хотя бы подозреваемого. Хотя имена заказчиков и исполнителей были известны сразу после нападения на нашу студию. Напомню, по данным собственного расследования оппозиционного блока, непосредственный заказчик поджога министр Аваков. Исполнители, которые атаковали редакцию, советник главы МВД Илья Кива и радикалы из партии «Братство», одиозного Дмитрия Корчинского, Середюк и Черный. Все эти данные подтверждают и видеозаписи с наших камер наблюдения, и личные съемки сотрудников редакции. Через суд телеканал добился, чтобы дело передали в СБУ с квалификацией «Теракт». Напомню, нападение и поджог новостной студии Интера резко осудили в международных организациях, в частности в ОБСЕ. Представитель по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала украинские власти расследовать дело в кратчайшие сроки и наказать виновных. Старый мент не может претендовать на кресло главы нацполиции. Так, по информации 112 канала, исполняющий обязанности руководителя нацполиции Вадим Троян прокомментировал возможное участие в конкурсе на вакантное место Ильи Кивы, советника министра Авакова. Сам же Троян пока не решил, примет ли участие в конкурсе. Сам Илья Кива на реплику Трояна отреагировал резко. В комментарии интернет-изданию страна назвал себя советником, цитирую, фактически второго по значимости человека в стране, а может и первого. Конец цитаты. На фоне такого скандала, который развернулся в главке нацполиции, остается только предполагать, как долго нам придется ждать хоть каких-нибудь результатов расследования. Как по делу о поджоге редакции подробностей, так и по недавним погромам в центре столицы. Очередной транш от МВФ в ноябре Украина уже не получит. До конца месяца на повестке дня фонда только Финляндия. Напомню, на днях в Украине завершила работу миссия МВФ. От ее выводов зависит, получит ли страна очередной кредит в 1,3 миллиарда долларов. После визита в Киев там заявили, что Украине нужны решительные шаги для борьбы с коррупцией. Отметив, что создание Национального антикоррупционного бюро и публикации ее декларации чиновников недостаточно. Кроме того, до сих пор украинские нардепы не приняли закон о рынке сельхозземель и не провели пенсионную реформу, чего также требуют в МВФ. Напомнить бюджет деньгами Януковича можно и без закона о спецконфискации. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. Он грозится изъять украденное бывшими властями в рамках так называемой классической конфискации. Это если закон на ее специальном режиме не удастся протолкнуть в Раде. А там провальных голосований за законопроект было уже с десяток. Напомню, на принятии закона о спецконфискации настаивает Народный фронт, но многие эксперты и депутаты предостерегают. Инициатива фронтовиков фактически позволит без решения суда изымать деньги у любых физических и юридических лиц. Рада, пока тягано с этим вопросом, наши правоохранные органы в рамках завершенных криминальных справ начнут фактически ставить перед судами вопросы про классическую конфискацию. В момент истины он точно настанет. Або через цивильную спецконфискацию мы эти деньги вернемся к бюджету, або через классическую конфискацию. Это уже вопрос времени. След за министром внутренних дел, который взял себе в замы 24-летнюю помощницу, дать дорогу молодым, решил и министр юстиции Павел Петренко. Сегодня глава Минюста похвастал, что временно исполнять обязанности главы люстрационного департамента будет 23-летняя Анна Калинчук, бывшая помощница Татьяны Казаченко. Напомню, после скандала вокруг острой критики в адрес закона-аллюстрации со стороны Венецианской комиссии, длившегося два года, вчера Казаченко покинула должность, так и не предоставив европейским юристам правки к закону, который в Европе разнесли в пух и прах, заявив, что он нарушает права человека. Сама Казаченко вместе с Павлом Петренко неоднократно обещала Венецианской комиссии эти правки предоставить. Сделать ли это новоназначенная глава люстрационного комитета, Петренко не уточнил. Однако опыт ставленницы министра в комиссии смогут оценить. Судя по странице Анны Калинчук в фейсбуке, она только в прошлом году закончила Острожскую академию. Впрочем, немного успела поработать адвокатом. А пока министр Петренко, который прошел в парламент по спискам Народного фронта, занимается заменой кадров, сама политсила совершает крутое пике. Согласно результатам опроса Центра София, рейтинг партии Арсения Яцуника за последние два года обвалился в рекордные 55 раз. За Народный фронт готовы проголосовать менее половины процента избирателей, тогда как результаты последних выборов позволили партии создать в парламенте вторую по численности фракцию. Растущие цены, завышенные коммунальные тарифы и война. Имена эти проблемы волнуют украинцев больше всего, утверждают в Центре социсследований София. По результатам опроса, более 30% жителей страны выступают за проведение внеочередных парламентских выборов. И если бы голосование состоялось сейчас, то шансы преодолеть 5-процентный барьер имели бы такие политические силы. ВОО Батькивщина набирает 9,7%, оппозиционный блок 8,5%, за БПП «Солидарность» 8% голосов и около 6% у «Самопомничей» и радикальной партии «Лешко». А вот «Свободу» готовы поддержать только 3,2% украинцев. Если бы сейчас проводились президентские выборы, то в первом туре примерно поровну набрали бы Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. У них 10,1% голосов, у Юрия Бойко – 8,6%. Как заявляет премьер-министр, в Украине подешевеют лекарства. С Нового года и не все. Пока в списке только 21 наименование. Об этом сегодня на встрече с фармапроизводителями сообщили премьер и глава Минздрава. С 1 января в Украине внедряется система референтного ценообразования. Это означает, объяснила Ульяна Супрум, что цены на 21 лекарства не должны превышать минимальную стоимость таких же препаратов в соседних Польши, Венгрии, Словакии и Чехии. С 1 апреля 2017 больные гипертонией, сахарным диабетом 2 типа и астмой смогут получать необходимые для лечения медикаменты бесплатно во всех аптеках. Но только по рецепту. Их стоимость компенсирует аптекам местного бюджета. Для этого уже предусмотрено полмиллиарда гривен, уточнил Владимир Гройсман. И попросил представителей фармкомпаний не создавать искусственный дефицит. Я сделаю все, просто все, можливо и неможливо, чтобы домогреться в решении этого вопроса. Чтобы в Украине было справедливое ценоотворение на леки, чтобы была соответствующая качество, чтобы мы провели закупивание леков по честным ценам конкурентным, чтобы мы вчасно доставили эти леки в лекарства. Жители Одесской области выступили против сокращения больничных коек. Сегодня автотрассу перекрывали жители Белгород-Днестровского района. Что заставило людей выйти на акцию протеста и есть ли шанс, что чиновники их услышат? Вы сняли наши корреспонденты. Село Шаба. Травматологическое отделение Белгород-Днестровской райбольницы. Здесь проходят лечение и местные жители, и приезжие из соседних районов. Но уже на следующей неделе всем пациентам придется искать помощи в другом месте. Отделение ликвидируется. После операции, куда мне сейчас металл снимать? Куда мне идти? Денег нету. Куда? Побратиться. Отделения закрывают согласно прошлогоднему решению Кабмина. Государственные больницы обязаны на четверть сократить количество койко-мест в стационаре. Вот под такое сокращение в полном составе и попала травматология. Денег на них в госбюджете нет. Нема грошей, хоть бы склалися своими миллионами трошки, подняли экономику краины и допомогли разве не закрывать, а навпаки. Теперь с травмами местным жителям придется ехать в райцентр, в Белгород-Днестровскую ЦРБ. Там на базе хирургического отделения обещают открыть пять дополнительных койко-мест. Потенциальные пациенты утверждают, этого катастрофически мало. В знак протеста перекрыли трассу на Одессу. В Центральной райбольнице в свою очередь успокаивают. Эффект от такой оптимизации исключительно положительный. Профильные врачи будут собраны под одной крышей. И оборудование здесь более современное. Что же касается возможной нехватки коек, то и это поправимо. В случае необходимости у нас есть резервы в лоротделении, палаты и койки, которые можно перепрофилировать. Но протестующие обещаниям не верят, опасаются. Если сейчас не отстоять травматологическое, завтра его судьбу разделят инфекционное, детское и другие отделения. Закрывают, открывают, сокращают, уничтожают. Работайте, не волнуйтесь, не колотите. Мы не колотим. Мы хотим, чтобы нас услышали, увидели. Участники акции заявили, сегодняшнее перекрытие трассы предупредительное. Ждут реакции местных чиновников на свои требования и готовы к новым протестам. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Снова без тепла город смело в Черкасской области. Сначала отопительного сезона это уже второе отключение. Все из-за многомиллионных долгов местного частного поставщика тепла перед нафтогазом. Почему мерзнут потребители, которые исправно платят за тепло тому самому поставщику услуг? Выяснял Станислав Кухарчук. Можете посмотреть на градусы. Нынешняя температура у нас составляет здесь 14. Ну вот сами посмотрите. 14 градусов это днем. Ночью в квартирах еще холоднее. Батареи в доме отключили накануне вечером. Это уже второй раз с начала отопительного сезона, говорит Владимир. Согреться помогает только старенький колорифер и пуховое одеяло. Уже сутки мерзнет почти половина смелы. Холодно в домах, которые подключены к центральной системе отопления. По последней информации в городе не работают 9 котельных. Тепла нет даже в школах и детсадах. На уроке зарубежной литературы этим девятиклассникам явно не до великой поэзии. Греются как могут. Холодно. Руки мастерные. Руки мастерные. Холодно в классах. Не топлив. Если ты пришла, если у меня павший урок сегодня, то завалит уже холодно. Так, как судьи, ты уже есть в примещении, то вон отоплише трошки. Накануне отопительного сезона местные власти отчитывались о стопроцентной готовности города к морозам. Теперь лишь разводят руками, мол, повлиять на ситуацию не могут. С 2005 года в Смеле теплоснабжением занимаются две частные фирмы. Одной из них, НАК «Нафтогаз», не выделил лимиты на топливо. Смела «Энергоинвест» запевнила нас, что при початке опаленного сезона все вопросы вырешены. Лимиты нам с дня на день даются. И мы готовы на 100% до початка опаленного сезона. А вышла такая ситуация. А причина в том, что тепловики задолжали «Нафтогазу» почти 90 миллионов гривен еще за пять прошлых отопительных сезонов. Почему долг своевременно не погасили, сегодня отвечать просто некому. Директор фирмы срочно уехал в командировку. Директор сейчас «Нафтогаз» этот вопрос как раз обсуждает. А комментарии пока дать не могу. Ближе к вечеру стало известно, что сегодня фирма полностью рассчиталась с долгом перед «Нафтогазом». Подать газ в котельные должны до конца суток. А тем временем ОВА-администрация сообщила о факте массовых отключений отопления в Смеле в областную прокуратуру. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал «Интер», Черкасская область. Мирная акция протеста прошла в прифронтовом севере Донецке. Жители города вышли на центральную площадь с целым списком требований. Люди против повышения тарифов и остановки предприятий. О чем еще просили митингующие? Подробности в следующем материале. Мы ищем поддержки у депутатов, у народных депутатов Украины. Есть возможность задать им вопросы и передать наши желания и чаяния. Это мирная акция протеста против экономической политики власти возле областной луганской администрации. Сейчас она в освобожденном северодонецке. На акции присутствуют народные депутаты от оппозиции. Горожан, в частности учителей, беспокоят в первую очередь повышение коммунальных тарифов. А что такое учитель, особенно при теперешней нашей корзинке потребительской, которая предполагает там некоторые смешные вещи. То, что было когда-то основой и гордостью северодонецка. Мы очень озабочены, что такой город, город науки, сейчас превращен в город, где, в общем-то, руина какая-то. Сделать такие тарифы в угоду Международному валютному фонду было дичайшей глупостью. Мы об этом открыто говорили, пошли в суд, судили с кабинетом министров и продолжаем это дело. Юрий Бойко подчеркивает, его фракция требует снижения тарифов в два раза. Есть надежда, что эта инициатива пройдет в парламенте. Рядом с лидером оппозиционного блока не только учителя и шахтеры, но и депутаты горсовета. Их интересуют вопросы включения в единую энергосистему страны, модернизации местной ТЭЦ, запуска химкомбината «Азот» и даже возвращения под управление города бывших пионерских лагерей. Остались без пионерских лагерей, то есть без лагерей, где дети могли бы проводить свой летний отдых. То есть им негде летом сейчас. Они в школьных лагерях располагаются. Это очень неудобно. Давайте так. Обращение у меня от горсовета. И начнем работать с министерством обороны, чтобы передислоцировать их в какие-то другие места, поскольку жизнь не может стоять на месте. Я понял задачу. Возьмемся, я с министром обороны буду разговаривать. Первой задачей, несмотря на все озвученные проблемы, для своей политсилы Юрий Бойко считает принятие сбалансированного госбюджета на следующий год. «Подготовка бюджета на 2017 год, по нашему мнению, это последний шанс, если мы примем справедливый бюджет, сделать хотя бы шаг навстречу тому, чтобы уйти от бедности людей, что сегодня является самой страшной проблемой. Подготовка бюджета проводится ненадлежащим образом. Мы никогда не проголосуем за бюджет, который строит полицейское государство, где увеличиваются социальные выплаты и пенсии остаются на том же уровне. И еще к тому же увеличиваются тарифы так, что людям просто невозможно их платить». На подконтрольных Украине территориях Луганской области положение бедственное. Предприятия остановлены. Высокая безработица. «Во всех городах власть должна услышать людей, услышать их голос и принимать меры, иначе она должна уйти. И правительство ставку, а парламент на перевыборы, поскольку члены парламента, депутаты, которые не видят и не работают для своих людей, не заслуживают своих должностей». На следующей неделе в Северодонецке должна пройти инвестиционная конференция, инициированная оппозиционным блоком. Задача хоть как-то – оживить замерзший регион. Подобные акции протеста будут проводиться по всей стране. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Луганская область. Украина продолжает терять уникальные научные кадры. Генконструктор авиакомплекса «Антонов» заявил о своем решении переехать из Киева в Баку, где будет работать над созданием азербайджанской авиапромышленности. По словам Дмитрия Кивы, он покидает страну, поскольку его на должность на «Антонове» просто упразднили. Сделали это якобы по указанию высокого начальства. За полвека работы на авиакомплексе «Кива» участвовал в разработке целого ряда военно-транспортных и пассажирских самолетов семейства «Антонова». Бедлам в Одессе. На таможню приходят решалы в масках. Сами таможенники собирают дань с предпринимателей, а на улицах тем временем нападают на людей и отжимают бизнес. Куда смотрит местная полиция и как правоохранители собираются противостоять криминалу? Материали наших корреспондентов. Едва начальница Одесской таможни Юлия Марышевская оставила свой офис, как в него сразу же стали наведываться незваные гости. Около двух десятков крепких ребят в камуфляже, масках и без каких-либо опознавательных знаков ворвались в здание таможни, избили охранника и начали, что называется, качать права, требуя от временного сменщика Марышевской срочно растаможить груз грецких орехов, принадлежавший местному бизнесмену. Как выяснилось, агрессивные переговорщики принадлежат к некой киевской военизированной организации «Смерч». Закончилось все потасовкой. Нападавших забрали в райотдел полиции. В другой офис Одесской таможни, только уже в местном аэропорту, также наведались люди в масках. На этот раз с удостоверениями работников СБУ и прокуратуры. Следователи выявили масштабную коррупционную схему. Выяснилось, что таможенники брали дань с частных предпринимателей. Такса за провоз товаров от 50 до 100 долларов за одну партию. Всего за смену набирался неплохой улов, около 4 тысяч вечно зеленых банкнотах. Неспокойно и на улицах Южной Пальмиры. Масштабная потасовка произошла из-за местного ледового катка. Группа парней спортивной внешности пыталась его захватить. На пути захватчиков стали охранники ледового комплекса и полицейские. Установлено, что причиной конфликта является материальное отношение между руководителями катка и лицами, которые считают, что принадлежащее им холодильное оборудование. Данные лица приглашены в райотдел. В итоге всех отпустили. В полиции посчитали, что общественный порядок никто не нарушал. На этом ЧП в Одессе не закончились. В одном из микрорайонов неизвестные попытались то ли ограбить, то ли похитить человека из автомобиля. Происходило все на оживленной площади возле торгового центра. Хозяина автомобиля спасло то, что он был с охранником. Последний открыл стрельбу из травматического пистолета и нападавшим пришлось ретироваться. Местная полиция усилила патрулирование за счет курсантов Академии МВД и осовремененных дружинников из патриотической организации «Народная варта». Александр Пантелеймонов, Ирина Исаченко. Подробности телеканал Интер. На границе с Крымом оперативники СБУ задержали двух бывших украинских военных, которые изменили присяги в 2014-м. Теперь Александр Баранов и Максим Одинцов пересекли границу между полуостровом и материком и тут же были задержаны. Больше расскажет Кирилл Ющишин. Перебежчиков задержали еще позавчера днем, но только сегодня об этом стало известно из официальных источников. Трое крымчан, бывших военнослужащих ВСУ, которые в 2014-м году перешли на сторону России, обратились к преподавателям одного из украинских военных вузов. Хотели купить дипломы. Они хотели отримать из учебного заклада соответствующие документы для того, чтобы уже в российском войске стать офицерами. Процесс переговоров о покупке дипломов сразу же взяли под контроль оперативники СБУ. Составили план обмена дипломов на деньги. Встреча должна была состояться на КПП Чангар на нейтральной полосе. На этих кадрах видно, как проходило задержание. Один из перебежчиков сразу же бросился в сторону российского КПП. На уйти не получилось. Зараз эти затриманные наши горные бойцы дают свидетельство о том, что прикордонники Российской Федерации запропонували им, для чего платить, кажут, гроши. Вытягивай сюда этого курьера. Мы с ним немного поспілкуемся. Ты лучше нам дасешь гроши. А мы его хапнем в мешок и передам ФСБ. Ну, где-то приблизительно так. Понимаете? То есть, курьер один в Украине действительно рисковал. Задержали военных перебежчиков Александра Баранова и Максима Одинцова. Третий навстречу не приехал. Баранов и Одинцов одногодки. Им по 33 года. Служили в военно-морских силах Украины. Баранов был младшим сержантом. Одинцов прапорщиком. Их военную часть в Новофедоровке захватили 22 марта 2014 года. Они отказались покидать Крым и после переподготовки в Воронеже приняли присягу России. На первых же допросах один из перебежчиков свою вину признал. После 2014 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принял присягу. Чем присягу? Присягу Российской Федерации. Я осознаю и признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную уголовным кодексом Украины. Сегодня Николаевский суд избрал меру пресечения для Баранова и Одинцова. По два месяца ареста с правом выйти под залог. Одинцову залог назначили в 250 тысяч, а Баранову в 350 тысяч гривен. Обоим задержанным теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено уголовным кодексом Украины за государственную измену. Всего, по данным СБУ, в Крыму осталось больше 1300 военных, которые во время аннексии полуострова изменили присяги народу Украины. Кирилл Ющишин, Ярослав Кречко, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Печерский райсуб столицы продолжает рассматривать дело Александра Ефремова, экс-главы партии регионов. Избрать меру пресечения сегодня снова не удалось. Защита требовала отвода судей и прокуроров, однако безрезультатно. Около шести вечера судья огласил перерыв на пять часов, чтобы защита смогла ознакомиться с материалами допросов свидетелей. Срок содержания под стражей бывшего нардепа истекает в четверг. Напомню, Ефремова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и финансировании боевиков террористической ЛНР. Сам Александр Ефремов называет все обвинения надуманными. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Сколько стоит ребенок? Как воспитатель ученицы продавала? И что теперь грозит горе-педагогу? План на сто дней. Дональд Трамп рассказал, как будет менять страну. Чего ждать? Шокирующая история в Харьковской области. Педагог школы-интерната для одаренных детей пыталась продать свою воспитанницу. 13-летнюю девочку она оценила в 10 тысяч долларов. Правоохранители несколько месяцев следили за женщиной. Та долго подбирала покупателя и даже торговалась. Светлана Шекера расскажет больше. Семиклассница Оля в школу сегодня не пошла. Девочка напугана и растеряна. Вчера после урока вне, когда любимая учительница Галина Ивановна пыталась ее продать. Я текала, они меня ловили, посадили в машину, держали за руки и сказали, что они из полиции. В полиции же рассказали, 52-летний педагог решила банально подзаработать. Она почти год искала, кому продать девочку. Торговалась, готовила документы. Она пыталась ее продать за 10 тысяч долларов в США. Гражданка предоставляла медицинскую документацию фотографии данной несовершеннолетней. И при передаче денежных средств была задержана. За женщиной следили 4 месяца. Оперативников поразила ее хладнокровность, рассказывают сотрудники прокуратуры. Ей взагалі було байдуже, куди ту дитину заберуть. На органи, в рабство, в жебратство, в будь-якое використание. Ей було байдуже. Вона не цікавилася, куди заберуть эту дитину. Мама Оли не может отойти от шока, ведь учительница живет по соседству. Часто приходила к ним в гости. И именно она уговорила отдать дочку в интернат для одаренных детей. Ведь девочка хорошо рисует. В интернате тоже крайне растеряны. Галина Ивановна преподавала здесь украинский язык и зарубежную литературу. Никаких замечаний к ней за все годы работы не было. Муж учительницы, бывший милиционер, уверен, его жена стала жертвой полицейской провокации. Дескать, она могла помогать кому-то определить девочку в более благополучную семью. Ведь дома Оля якобы нянчила младших и не доедала. Завтра учительницы изберут меру пресечения. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы. А 13-летняя Оля, несмотря на шок, бросать уже полюбившуюся школу-интернат не собирается. Во Львове сегодня носили гроб. Так активисты протестовали против вырубки лесов. Почему митингующие пошли на столь радикальный перформанс, знает Галина Якушко. Возле памятника Ивану Франкову в центре Львова собрались сразу два митинга. Активисты движения СтопЛесоцит требовали запретить вырубку лесов. Против них сотрудники лесхозов, которые опасаются, что останутся без работы. Оппоненты быстро перешли на крик. Зеленые активисты добиваются продления моратория на экспорт древесины и даже запрета санитарной вырубки леса. А вот лесники предупреждают, это может обернуться для Львова очередным социальным взрывом. Очень много рабочих мест, очень много господарских потреб. Неужели это все можно перекрестить только популизмом? У нас за лес перетворился на город. Посадили, вырубили, посадили, вырубили. Вот таким образом. Накричавшись, активисты выдвинулись к зданию облсовета, где как раз проходила сессия. С собой прихватили гроб, в который положили сухую ель. За ними потянулись и работники лесхозов. Две толпы митингующих продолжали упражняться в вокальных умениях. Сколько вагоней мы отправили для строительства фортикационных труб? Сколько там лес взялся? Зи сходу? Это наш лес. Я знаю, я знаю, что это ваш лес. И лес, и еще и кнопки у нас ходят, и законные воды. Если похороним мы лес, зависит от нашей активности и спроможности. И, конечно, это вопрос к владе. Они хотят, чтобы действительно уже остаточно отправили на цвинтар наш украинский Галицкий лес. Дальше больше. Перед входом в облсовет участники зеленой акции сожгли лесовоз. Точнее, плакать его изображением. После этого на митингующих обратила внимание областная власть. Главный эколог Львовской области пытался успокоить людей. Дескать, всех услышим и усадим за круглый стол. Но сразу предупредил, полностью запретить заготовку древесины нереально. Если мы перестанем заготовывать лес, не будет с чего выработать мебели. Большие предприятия просто закроются, много людей тратят свои работы. Кроме того, нужно понимать, что часть района Львовской области, для них лес, это 70% их бюджета формует. Такая позиция облсовета активистам движения «Стоплесоцит» не понравилась. Они пригрозили. В следующий раз пугать гробами уже не будут. Заблокируют работу лесхозов. На этом все стороны и разошлись. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности телеканал «Интер Львов». В Нью-Йорке предотвратили крупный теракт. Полиция арестовала сторонников террористической организации ИГИЛ. 37-летний уроженец Йемена планировал атаку на многолюдный Таймс-сквер. Собирался действовать по примеру террористов в Ницце, который на грузовике врезался в толпу. Тогда погибли 86 человек. Также Госдепартамент США предупредил американских граждан о повышенном риске терактов на территории Европы. Особенно во время рождественских праздников. По информации Госдепа, атаки в ЕС планируют боевики ИГИЛ и Аль-Каиды, а также местные экстремисты. План на 100 дней. Дональд Трамп выпустил видеообращение к американцам. Что он обещает изменить в стране, как только займет овальный кабинет и какие планы у него на первые три месяца каденции. Дмитрий Анопченко об этом из Вашингтона. Всего две с половиной минуты, но это видео на страничке в Ютубе за считанные часы посмотрели почти миллион человек. Новые технологии, что скажешь. Если Барак Обама выпускал теле- и радиообращения к нации, то Трамп теперь говорит со страной через интернет. На самой странице видео предусмотрительно закрыли для комментариев. Так что комментирует пресса, ведь новый президент сформулировал принципиальные моменты. Его приоритеты экономика, энергетика, миграция и национальная безопасность. Трамп заявил, что страна выходит из соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве, которое теперь без Америки практически не имеет смысла. Его лоббировал в свое время Барак Обама, но еще объявил о решении, которое повлияет и на цену черного золота, и на создание рабочих мест. Трамп снимет запрет на добычу нефти и газа на американском шельфе, который при всех его предшественниках был заморожен. Я отменю ограничения, убивающие рабочие места в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь. Будут созданы миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем. Еще один приоритет, о котором Трамп сказал в своем обращении – защита Америки от кибератак. Нашумевшие взломы компьютерных систем и электронной почты, при Трампе их больше не будет, ведь он бросит огромные средства на создание виртуального киберсчета для правительственных и военных структур. Ну а еще новый президент говорил о нелегалах и пообещал в первый же день в овальном кабинете инициировать масштабные визовые проверки. Я дам указания Министерству труда расследовать все нарушения визовых программ людьми, которые забирают работу у американских рабочих. Кто-то может сказать, мол, ничего нового, ведь о том же самом Трамп говорил и в ходе избирательной кампании. Однако теперь это уже не обещания кандидата, о которых можно, в принципе, и забыть, а слова президента. Что интересно, в этом видеообращении Трамп ни слова не сказал о внешней политике. Любой другой человек на его месте, та же Хилари, если победила, упомянула в первом обращении к нации и Украину с Россией, и Сирию, и Ливию, и Ирак с Афганистаном. Однако Трамп подчеркнуто сосредоточился на внутренних проблемах Америки, чтобы показать стране, которая его избрала, какими будут его приоритеты в Белом доме. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. А в Германии расследуют семейные тайны Дональда Трампа. Немецкие СМИ обнародовали ранее неизвестные документы, которые вполне могли бы повлиять на ход современной истории. Что же скрывал за семью печатями новый президент США? С подробностями Татьяна Лугунова. Немецкие корни Дональда Трампа. Спустя несколько недель после выборов в США немецкие СМИ опубликовали поистине сенсационные документы. Они могли бы изменить, если не современную мировую историю, то уже наверняка судьбу новоизбранного американского президента. Документы столетней давности историки раскопали в архиве городка Шпайр. Письма и официальные справки не оставляют никаких сомнений. Деда Дональда Трампа, Фридриха, вынудили покинуть Германию. А дело было так. Родившийся в немецком городке Кальштадт, молодой Фридрих Трамп сперва уехал из Германии в США по собственной воле. Работать на золотых приисках. Устроился, разбогател, получил гражданство, но родину не забывал. Он то и дело наведывался в Кальштадт, там же и женился, а затем по настоянию супруги решил вернуться в Германию. Но Трампу отказали в репатриации, так как он в свое время эмигрировал без разрешения и не отбыл воинскую повинность. Фридрих подал просьбу о предоставлении вида на жительство, но снова получил отказ. На этот раз с предписанием покинуть страну. Что собственно семейство Трампов и сделало в июле 1905 года. Через три месяца в США у супругов родился сын, отец будущего хозяина Белого дома. Как сложилась бы судьба Дональда Трампа, если бы его предки остались в Германии, можно только догадываться. Сам новоизбранный президент эту семейную историю публично пока не комментировал. Хотя сейчас, после победы на выборах, он вряд ли держит на немцев обиду. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова была отравлена. Об этом сообщает местная пресса. Официального подтверждения информации нет. В СМИ говорят, 44-летняя Гюльнара умерла еще 5 ноября. Той же ночью ее похоронили. Известно, что два года назад она впала в немилость отца и в одночасти лишилась всего. До этого времени Гюльнара занимала ряд высоких государственных должностей, была успешным предпринимателем. Под ее контролем находились телеканалы, радиостанции и магазины модной одежды. А в СМИ ее называли одной из самых влиятельных женщин Средней Азии. Напомню, первый президент Узбекистана умер в августе этого года. Его кончину официально не подтверждали 5 дней. Какое новое средство передвижения создали в Сингапуре? Как готовятся к Рождеству в Европе? И сколько весит новогодняя елка из чистого золота в Токио? Об этом в нашем международном обзоре. Американка Даниэль Умстед рискует каждый раз, когда становится на лыжи. Женщина слепая и спускается с горы благодаря своему мужу, который стал ее глазами. Общаются они с помощью специальных раций. Даниэль потеряла зрение еще в 13 лет. Встать на лыжи девочке предложил папа. Тогда он и подумать не мог, что горнолыжный спорт станет профессией Даниэль. Теперь она профессиональная спортсменка и даже принимала участие в Паралимпиаде. Супермодель Адриана Лима демонстрирует не только модную одежду, но и свои боксерские навыки. Так она готовится к показу новой коллекции бренда Victoria's Secret, который состоится в Париже 5 декабря. Звезда смогла построить успешную карьеру модели и при этом родить двоих детей. 35-летняя Адриана призналась, что именно тренировки по боксу помогают быстрее прийти в форму после родов. Этим видом спорта модель занимается с 19 лет. Маленьким пандам из зоопарка Атланты всего 11 недель от роду администрация уже объявила конкурс на лучшие имена для малышей. Голосовать могут интернет-пользователи со всего мира. На выбор предлагают 8 пар имен на китайском языке. Голосование продлится до 11 декабря. Уникальный скутер-беспилотник создали в Сингапуре. Этот мобильный транспорт предназначен для небольших расстояний. Люди смогут безопасно ездить даже по пешеходным дорожкам. Максимальная скорость скутера 6 км в час. Препятствия он преодолевает благодаря специальным лазерным датчикам. Особенно пригодится студентам, которые смогут по дороге подготовиться к парам, проверить электронную почту или просто поболтать по телефону. В Берлине открылась рождественская ярмарка. В центре города установили палатки со сладостями, елочными украшениями и сувенирами. Угощают горячими бутербродами, жареными каштанами и глинтвейном. К Рождеству принарядился и Париж. Тысячи огоньков вспыхнули вдоль Елисейских полей. Праздничная иллюминация ведет к триумфальной арке. И здесь тоже работает ярмарка с лакомством и развлечениями. Необычную елку из чистого золота установили в Токио. Ее вес 19 килограммов и высота 2 метра. Стоимость почти 2 миллиона долларов. Владельцы ювелирного магазина, где находится эта удивительная елочка, таким образом хотят отметить 90-летие своего бренда. И пожелать Японии и всем людям яркого и блестящего нового года. Женщина это не только женщина. В столичной галерее Лавра сегодня открылась выставка украинской художницы Зинаиды Лихачевой. В экспозиции две видеоработы и посвящены они женщинам Украины. Во время открытия провели также общественный перформанс. Его участниками стали девушки, которые три года назад вышли на Майдан и боролись за право своей страны называться свободной. Автор рассказывает, именно эти женщины должны стать примером для молодого поколения украинцев. Продлится выставка до 29 ноября. Первая работа присвящена именно тем украинским традициям, про которые я уже много говорила в своих других работах. Это украинская культура, культура побута народа. Это будут некоторые воздействия. Вторая работа, я ей присвящу речнице революции гидности. И она будет присвящена украинским женщинам. Это те женщины, это такие палки-патриотки, которые поклали своё сердце заради национальной идеи. Для этого перформанса были пригласены девчата-волонтеры. Большинство моих проектов основаны на национальной культуре и присвящены женской теме. И самая роль женщин, как мы уявляем, это не только мать, это не только женщина, которая ведет побут. Это женщина, которая может также что-то сделать в своем гражданском жизни заради нашей страны. Это очень важно. Это тоже ее роль. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин